Эколог Андрей Букин занялся выращиванием и селекцией грецкого ореха еще в 90-е. Ездил по экспедициям, привозил разные саженцы, скрещивал, экспериментировал. Южное растение никак не хотело плодоносить в наших краях. В итоге Андрею Николаевичу все же удалось вывести несколько разновидностей зимостойких грецких орехов. Сейчас деревья сортов Подмосковья, Татьяна и Ленинец растут в его саду в деревне Калиновка. Они выставлялись в институте садоводства. Есть диплом, есть сертификат, есть грамота. Даже за это первое место в институте садоводства получил в номинации как раз «Хлеб будущего». Разводить эти деревья Андрей Букин начал из-за их полезных свойств. Вещества, которые выделяют кора и листья грецкого ореха, как уверяет эколог, прекрасно очищают дыхательные пути, благотворно влияют на нервную систему и оздоравливают организм в целом. Плод грецкого ореха богат йодом и очень питателен. Питательнее мяса в пять раз. Не зря он входит в обязательное меню космонавтов и спортсменов. Еще Иван Мичурин называл грецкие орехи «хлебом будущего». Такие деревья живут в среднем 500 лет. И с каждого взрослого дерева можно собрать 300, а то и 500 килограмм орехов ежегодно. Чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе, Андрей Букин почти все орехи пускает на саженцы, мечтая создать лечебные сады в Ленинском районе, а затем по всему Подмосковью. Именно с таким проектом он решил участвовать в губернаторской премии. Большое количество деревьев – это 200-500 грецких орехов, чтобы большая концентрация была лечебного воздуха. И доступность для жителей. То есть, чтобы в любое время жители могли бы пойти погулять по этому лечебному саду. Уже сейчас Андрей Букин высаживает аналогичный сад здоровья на нескольких гектарах собственной земли в Тарусе. Но хотел бы помочь природе и в родном муниципалитете. Очень много вредителей. Раньше боролись химией, то есть опрыскивали. Сегодня этого не происходит. И даже по нашему городу, я думаю, ситуация примерно одинаковая. В Подмосковье деревья, те, которые росли 100-200 лет, к примеру, липа по нашим заводской и прочее, если сейчас пройти, они без листвы. Они гибнут. Кроме того, с помощью грецких орехов Андрей Букин предлагает решить и проблему мусорных полигонов. Парки делают. Лечебные парки. То есть, для будущего поколения сажаются грецкие орехи. Невероятно длинные корень у маленького саженца в 3-4 раза длиннее корень. То есть, он протыкает, оттуда выходят газы, тут же они не испаряются, а уничтожаются. И вот этот лечебный, он поглощает те газы. То есть, через 20 лет из помойки превращается замечательная ореховая ручья. Грецкий орех неприхотлив и практически неподвержен заболеваниям. Вредители его не любят, поэтому, уверяет эколог, он сможет произрастать даже на мусорных свалках. Присыпанных небольшим слоем почвы. Единственное, ему требуется много пространства. На одной сотке могут располагаться не более двух деревьев. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.